Всем салют, это Сапегин и это Примерка ТВ. Согласитесь, что каждый из нас хотя бы чуть-чуть, но строитель, и нам периодически нужен какой-то инструмент. И тут возникает проблема, потому что инструмент, штука, довольно-таки дорогостоящая. Но решение есть. Это прокат. И не просто прокат, а Т-прокат. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. У нас сейчас заканчивается лето, уже к сожалению. Наверняка у вас есть какие-то, назовем так, сезонные товары, которые пользуются спросом именно летом. Что сейчас чаще всего берут? Чаще всего сейчас берут виброплиты, потому что идет активный строительный сезон. Люди стараются успеть построить себе дом, либо начать его делать. Также пользуются спросом газонокосилки. Потому что в загородных домах сейчас все стерят газоны, за ними нужно будет ухаживать. Очень активно это пользуются оборудованием спросом. Кроме строительного инструмента, вы сказали про виброплиту, почему, нет, не виброплита, а как виброплита? Газон, а виброплита. А, виброплита, да. Это штука, которая... Трамбует грунт. Я просто абсолютно не специалист в этом. Я, возможно, буду задавать глупые вопросы, вы на меня не обижайтесь за это. Значит, если мы говорим про выгоду проката и приобретения инструмента, то есть понятно, что вот такая история, сколько она стоит? Ну, виброплиты, они представлены в широком асортименте у нас от 60 кг до 500 кг. В зависимости от веса виброплиты, меняется ее цена и как закупочная, так и стоимость проката. Если говорить про саму распространенную на 90 кг, стоимость рыночная где-то примерно 90 тысяч рублей, а в сутки 1500. Ну, то есть, понимаем, да? 90 тысяч и полторы тысячи, но, как бы, разница очевидна. Кроме инструмента, и раз уж мы с вами говорим про сезонность, у вас есть, я видел, сабборд. Сабборды тоже имеются, да. То есть для активного отдыха у вас тоже можно что-то делать? Да, можно взять сабборды, можно взять с собой портативную колонку и отдохнуть на природе. Хорошо. А, допустим, а генератор? Генератор тоже можно с собой взять. И от 3 кВт до 5, в зависимости, какая большая компания у вас будет. То есть, по сути, если есть желание провести на природе небольшой рок-концерт, в принципе, мы можем обеспечить его током. Да, все верно. Хорошо. Да. Окей, с виброплит зашли. Что еще есть по инструменту? Я скажу даже по-другому. Мне кажется, у вас, в принципе, есть все или нет? В принципе, есть все. То есть для мелкого ремонта, который можно сделать дома самостоятельно, можно найти у нас, в принципе, весь вручной инструмент. Если строим дом, тоже, в принципе, найти можно все. И если есть свой садовый участок, тоже мы вам поможем его за ним ухаживать. Ну, давайте так. Болгарки есть? Есть. Сварочные аппараты? Конечно. А на этом знания и субъект мои закончились. Я просто верю за слова. Хорошо. Значит, а если, допустим, вот такая ситуация, как я. Ну, я, правда, я не особо специалист, но мне что-то надо подшлифовать, что-то надо обрезать. Ваши ребята, специалисты, они мне расскажут, покажут, как это заводится. Ну, когда вы первый раз позвоните нам, наши менеджеры вас ориентируют, какой именно вам инструмент нужен будет для ваших целей. А, то есть я говорю задачу. Да. И мне говорят, мы советуем. Да, мы вам поможем сделать выбор. То есть после того, как вы придете к нам, мы этот инструмент проверим. И в полной степени, ну, перед ним вам уже и саму обработан. Ага. Вот скажите по поводу проверим. Для меня, по моему мнению, прокатная история, вообще там, я не знаю, автомобилей, самокатов, чего угодно, это чаще всего история, когда используется абы как, следится абы как. Ну, это часто встречается такое. Как в вашем случае, то есть как вы следите за инструментом, как вы принимаете, что вы делаете с ним потом? У нас после каждого проката все обрудувание продувается, чистится, моется. То есть проходится ежедневное тло после каждого проката, повторюсь. Ага. Вот. И есть планы технической обслуживания. То есть у нас есть специальная программа, которая автоматом отправляет обрудувание на тло через определенное количество прокатов. Ага. Хорошо. Значит, теперь по поводу логистики. То есть если я занимаюсь ремонтом, понимаю, что мне нужен какой-то инструмент, я беру, например, вам звоню, а, или можно на сайт даже зайти? Можно на сайте оформить заявку, то есть менеджеры с вами свяжутся, можно позвонить по городскому телефону. Ага. То есть я звоню, и насколько скоро происходит доставка? Если дистанционно оформлять, если в первый раз обращаетесь, то на оформление уйдет примерно минут 20. То есть, ну, дистанционно. Потому что нужно будет отправить личные данные, ну, для составления договора, аренда. Если уже обращались к нам, то заявка принимается в течение трех минут. В течение трех минут. Ну, то есть понятно, если я приехал сюда к вам, оформил, забрал, а доставка есть как по городу, так и за его пределами. Да, все верно. Самая дальняя доставка у нас бывает в Екатеринбург. Даже оттуда заказывают? Да, там строительные компании есть, которые оборудования, допустим, нету направления. Можно у нас переходить. Потрясающе. Весь ассортимент продукции, если правильно понимаю, есть на сайте. Все верно. Что сказать? Спасибо, Робилов. Что сказать? Выгоды и преимущества просто очевидны, поэтому Т-прокат вам в помощь. Заходите на сайт, выбирайте из огромного ассортимента инструмент, который необходим именно вам и хорошей вам стройке. Это была «Премьерка ТВ». С вами был Сапегин. Пока.